Они все говорят одно и то же. Просто вот этот флаг падал, чтобы он не упал, мы его взяли, подняли, больше некому было. Аноним. Тумсо, а в чем отличие вашей партии от других? Есть ли четкие границы взглядов? Да, конечно есть. От других ты, наверное, имеешь в виду какие-то иные политические организации, силы и так далее, потому что партии вроде бы у нас нет. Мы, по крайней мере, не нашли ни одной зарегистрированной партии. Понятно, что по законам нашего государства ее точно нет, но я имею в виду, что даже здесь, в европейских странах, ничего подобного мы не нашли. Мы просмотрели в реестрах все вот эти организации, которые на слуху, которые мы с вами знаем, мы знаем основателей и так далее. Мы просмотрели их всех и нашли, что либо они вообще, в принципе, нигде и никак не зарегистрированы. То есть, просто кто-то взял, что-то, например, назвался как-то, да, и делает какие-то видеоролики, делает заявления, но по факту какой-то регистрации, там, реквизитов, ничего он не имеет. Либо это организации, имеющие регистрацию официально в тех странах, где они проживают, где они зарегистрированы, Франция, Бельгия, но они зарегистрированы как культурные объединения, то есть организации, занимающиеся поддержанием культуры, обучают языку и так далее. В общем, как политическая партия, ни одной такой регистрации мы не нашли. Может быть, такая есть, может быть, просто мы ее не нашли. Если что-то есть, можете подсказать. Поэтому, наверное, вопрос был, ты имеешь в виду, чем мы отличаемся от них. Ну, первое, наверное, именно тем, что мы партия, это уже как бы в своей основе указывает на то, что мы имеем четко, четкую какую-то свою, свое видение, свою программу, это объединение единомышленников. Как правило, все те организации, которые здесь создавались, они создавались в большинстве своем с программой объединения, БАРТ, БАРТ, то, что мы всегда слышим, да, то есть некое примирение, объединение, уже это подразумевается, что люди с разными взглядами. Здесь же у нас совершенно иной подход, здесь нет разных взглядов. Здесь как раз-таки один взгляд у всех. Мы можем в каких-то там деталях, допустим, разногласить, поднимать эти вопросы на голосование, но к своей концепции, то есть в основах мы не можем спорить, разногласить. Если кому-то не нравятся эти основы, то он просто выходит из партии. Вот, например, завтра мне что-то не понравилось, или я узнаю, что, допустим, что-то неправильно, не соответствует, допустим, религиозным канонам или каким-то иным канонам морали, что-то, допустим, я обнаружил. И если я поднимаю этот вопрос, и остальные члены партии со мной не согласны, то я просто выхожу из партии. Значит, всё. То, на чём мы объединялись, я стал этому противоречить, поэтому я просто выхожу. Это первое отличие. Что касается остальных моментов, это, ну, вы сами знаете, что все эти организации, которые создавались в последние 20 лет здесь, они либо сходу заявляли о том, что они единственные легитимные власти нашего государства, либо они заявляли, что они сейчас что-то такое сделают и станут этой властью. То есть, они что-то соберут. То есть, всех остальных они низвергали и хотели что-то сделать, чтобы самим стать такими легитимными. Поэтому мы пошли по другому пути. Мы, наоборот, полностью признаём легитимность нашей власти. Это парламент. И нет никакой другой власти легитимной. Все остальные занимаются, ну, они самозванцы. Это то, что они сами на себя надели. То есть, по факту, ни одна из этих организаций не является легитимной с точки зрения нашего государства, нашего законодательства. И мы, значит, мы пошли по другому пути. Мы признаём как раз-таки легитимность парламента. И мы говорим, что властью мы не являемся, в отличие от них. Мы также говорим, что мы не собираемся сейчас проводить какие-то встречи, объединения и объявлять себя властью. Ни в коем случае. Мы, наоборот, собираемся вести свою работу и путём вот этого проведения своей работы собираемся завоёвывать уважение, авторитет, расположение народа. И тем самым мы стратегически в дальнейшем мы планируем приход к власти. Приход к власти легитимным путём. То есть, когда у нас появятся вот эти возможности проведения выборов и так далее, мы, конечно же, как политическая партия хотели бы выставить туда своих кандидатов, участвовать в этих выборах. То есть, мы имеем эти амбиции. Все эти организации, о которых мы говорим, они, как правило, наоборот, говорят, что никаких амбиций у них нет. Власти мы вообще не хотим. Они всегда заявляют о том, что да нет, мы заберите её, мы с удовольствием вам её отдали. Нам вот нас не оставляют, нас её нагружают, нас этой властью. Мы её не хотим. Мы, значит, пытаемся отмежеваться, но нас не оставляют. Послушайте любого из них, любое интервью, они все говорят одно и то же. Просто вот этот флаг падал, чтобы он не упал, мы его взяли, подняли, больше некому было. Вот эти разговоры мы, конечно, не ведём. Мы говорим, что да, мы политическая партия, любая политическая партия стремится к тому, чтобы прийти к власти, но не прийти к власти ради власти, а прийти к власти ради того, чтобы созидать. Потому что члены политической партии считают, что они, именно их идеи являются правильными, или именно они приведут народ, государство к успеху. И мы ради того, чтобы привести это государство и этот народ к успеху, мы будем стараться прийти к этой власти. Но только тогда, когда будет эта возможность, то есть легитимно, возможность легитимного прихода к власти. А каким именно будет этот легитимный путь, то есть что там будет в дальнейшем, мы не знаем. У нас сейчас оккупированное государство, из легитимных органов власти у нас сейчас есть только парламент. И парламент, конечно же, сейчас не может проводить никакую законодательную деятельность. Это больше сегодня представительный орган, и он нам на самом деле нужен. И вот что там будет дальше, как будет происходить вот эта легитимность, какая-то цепь вот этой представительной власти, я не знаю. Это, конечно же, задача сегодняшних депутатов. Им нужно, конечно, придумать какую-то схему, чтобы этот представительный орган, он сохранился до тех пор, пока не будет деоккупировано наше государство. Субтитры создавал DimaTorzok